МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утренний блок новостей на РБК Пермь. Здравствуйте. Бывшая замглавы Пермской МФЦ призналась в хищении 26 миллионов рублей. Наталья Гладкова попросила рассмотреть ее дело в особом порядке, без исследования улик и допроса свидетелей. Процесс над ней стартовал в Ленинском районном суде. Ее обвиняют в двух эпизодах мошенничества с общим ущербом в 26 миллионов 700 тысяч рублей. С учетом особого порядка начатого разбирательства за каждый эпизод ей грозит не более 2 трети максимального наказания, то есть до 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Гладкова была задержана 4 апреля 2016 года и находилась под стражей около двух месяцев. За сотрудничество с прокуратурой ей изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Обвиняемая изобличила четырех соучастников. Бывшего министра информационного развития и связи Пермского края Евгения Балуева, экс-руководителя МФЦ Дмитрия Дымбрылова, бизнесмена Ивана Овчинникова и своего мужа, бизнесмена Илью Гладкова. Все они также заключили сделки со следствием. Накануне стало известно, что супруг, обвиняемый ранее приговоренный к условному сроку, не станет обжаловать приговор. Ну и напомню, также ранее бывший министр Балуев приговорен к 6-летнему лишению свободы со штрафом в 1 миллион рублей. Группа «Прода» согласовала птицфабрике Пермской реализацию первого этапа инвестпроекта на 1 миллиард 200 миллионов рублей с реализацией в 2018-2019 годах. В планах предприятий увеличение объема производства ежегодно на 5 тонн готовой продукции. По словам гендиректора Пермской Николая Рышака, кредитная линия для реализации инвестпроекта открыта в Альфа-банке. В рамках модернизации уже начата реконструкция старых корпусов и строительство четырех новых птичников. Также строительство склада готовой продукции и новые линии убоя и переработки мяса. Подрядчиками по строительству и реконструкции корпусов отобраны Пермская компания «Развитие» и компания «Тюмень-Дорстрой». Это первый этап. В целом, проект полной реконструкции и переоборудования птицефабрики оценивается в 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Срок завершения 2021 год. Как пояснили РБК «Перм» на предприятии, примерно 80% средств на реконструкцию птицефабрики направят «Прода», остальные 20% из средств региональных активов и привлеченных средств. Поставщиком оборудования выступила германская компания «Биг Дачман». Особое внимание будет уделяться процессу глубокой переработки. Планируется увеличение глубокой переработки. Если мы сегодня долю имеем всего 7% по колбасным изделиям в общем объеме готовой продукции, то в последующем это будет до 10%. В дальнейшем планируется увеличение объемов по разделке. Если мы сегодня разделываем 85% нашей продукции, это мясо, которое приходит на убой, то в последующие годы уже до 90% будет проходить через разделку. По данным Министерства сельского хозяйства Пермского края, регион полностью обеспечивает себя куриным мясом и яйцом. На долю прода птицефабрика «Пермская» приходится 10% объемов всей сельхозпродукции в Пермском крае и 50% продаваемых в регионе продуктов из мяса птицы. На участке в центре Перми рядом с рестораном «Живаго» возведут новое здание гимназии номер 17. Земельный участок передан мэрией группой «Картрос». Об этом в своем блоге в Инстаграм сообщил глава региона Максим Решетников. По информации издания «Коммерсант» при Камье, право аренды участка в квартале номер 71 на улице Ленина компания «Картрос» выкупила устрой индустрии. Участники сделки этот факт подтвердили, однако подробности сделки не раскрывают. Как удалось выяснить изданию, сумма сделки составила порядка 50 миллионов рублей. Гендиректор стройиндустрии Роман Леви отметил, что компания в результате не осталась в убытке, но и не заработала. Ранее компания выкупила право аренды участка за 31 миллион рублей. Сообщается также, что прежним краевым властям не удалось договориться о передаче участка на баланс края, и в итоге он был продан с торгов в рамках банкротства компании «Транк». Действующее руководство края решило эту проблему с помощью внебюджетных средств. Минувшей осенью краевые и городские власти, и группа «Картрос» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого девелопер, осваивающий площадку бывшей психиатрической больницы в центре Перми, взял на себя соц. обязательства по выкупу права аренды в квартале номер 71 и передаче его городу. В Пермской высшей школе экономики стартовала акселерационная программа «Стартап Спринт». Более десятка проектов на ранних стадиях смогут к концу обучения продумать бизнес-планы и даже найти инвесторов. У всех участников уже есть бизнес-идеи. Организаторы и эксперты оценят востребованность продукта на рынке, помогут улучшить компетенции, найти членов команды и даже получить первые продажи. В бизнес-инкубаторе вуза отмечают, что все проекты смогут к концу обучения представить потенциальным инвесторам свои прототипы. Наша задача как организаторов исключительно сопровождение команд с точки зрения базовой теории, плюс сопровождение команд с точки зрения менторства и экспертизы, и также возможность организации встреч с инвесторами и другими экспертами, узкоспециализированными на рынке. В бизнес-инкубаторе высшей школы экономики такой акселератор проводится впервые и планируется сразу после завершения вновь привлекать начинающие стартапы. Сфера деятельности участников может быть любая. В этот раз это оказались не только проекты сферы IT, но и промышленности, а также сферы услуг. Более тысячи жалоб на переплату по коммуналке поступило по итогам трех кварталов года в инспекции Госжилнадзора. Сегодня ведомство планирует сообщить итоговые цифры по всему году. Об этом подробнее расскажем в наших выпусках новостей. Ну на пока все. Оставайтесь на РБК и до встречи. Доброе утро. Это программа «Медиаполе» в студии Юлия Якушева. Расскажу о самом интересном и актуальном в информационной повестке на этот день. Резонансный проект губернатора Пермского края Максима Решетникова о сокращении размера пенсий по выслуге лет для госслужащих получил отзывы со стороны контролирующих органов, передает коммерсант Прикамье. По их мнению, ограничение выплат вызовет волну преждевременных отставок чиновников, которые захотят сохранить повышенную пенсию. А это не приведет к экономии бюджетных средств. Отметим, что после принятия закона проекта в первом чтении Краевую контрольно-счетную палату покинули председатель Юрий Новоселов и его заместитель Владимир Шуклецов. Шуклецов признался изданию, что увольняется в надежде сохранить пенсию по выслуге в повышенном размере. Опрошенный коммерсант Прикамья местные чиновники поддерживают его ведение. В ряде отзывов предлагается ввести переходный период. Депутаты ЗАГС Собрания готовы поспорить с надзорными органами. Итоговый текст закона зависит от внесенных поправок и от того, смогут ли представители губернатора аргументировать перед депутатами сохранение первоначальной концепции документа, отметил депутат ЗАГС Собрания от ЛДПР Александр Григоренко. В 2017 году пермики взяли в два раза больше кредитов на автомобили, чем в предыдущем, отмечает бизнес-класс. Специалисты связывают увеличение числа выданных займов с госпрограммой льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в случае, если в семье более одного ребенка. С нового года прекращают действовать скидки на процентные ставки по автокредитам. Программа подразумевала, что при оформлении покупки автомобиля отечественного производства государство брало на себя ответственность компенсировать заемщику часть выплат по кредиту. Эксперты считают, что отмена льгот связана со снижением ставок до уровня 2014 года. Часовой и часовской район не станут в этом году объединять в городской округ, так как потом ему, возможно, придется заново проходить процедуру получения статуса территории опережающего развития, пишет новый компаньон. В России еще нет практики преобразования городов со статусом ТОССР в городской округ. Как сообщил новому компаньону-политтехнолог Олег Борисенко, объединение города и района должно было произойти еще в 2016 году. Для этого специально синхронизировали сроки выборов в представительные органы. Но процесс так и не запустили. В этом году планировалось, что Часовской район, точно так же, как Краснокамский и Чайковский, подключится к гонке объединений муниципалитетов. Но возникли юридические сложности. В администрации Часовского района и зданию сообщили, что по планам объединения района и города в городской округ планируется до 2021 года. Это была программа «Медиаполе». До встречи в эфире. Доброе утро. Меня зовут Юлия Хобес. Это программа «Бизнес-принцип». И гость нашей программы сегодня – представитель фонда развития интернета «Инициатив Перми» Юлия Бадашкеева. Юлия, доброе утро. Доброе. О фонде о развитии интернет-инициатив, о тех сферах, в которых фонд присутствует, мы поговорим чуть позже, а пока традиционная разминка в режиме «Блиц». Наверное, все-таки становится. Конечно, кто-то и пророжденный предприниматель, но все-таки существуют технологии и шаги, осуществляя которые, можно стать хорошим предпринимателем и построить один, второй, третий успешный серийный бизнес. Страх перемен и страх продаж. Как раз-таки бояться продаж, сидеть, пилить в одного. Наверное, кнут. Потому что сытый человек, он в меньшей степени ориентирован на развитие и меньше работает на достижения. Я просто очень люблю свою работу, я очень люблю проекты. Я считаю, что наш край, он хранит в себе грандиозный потенциал, его нужно раскрывать и просто чуточку направлять. Теперь о сфере бизнес-интересов фонда, которая сегодня очень интенсивно развивается. Вот модель фонда развития интернет-инициатив была придумана агентством стратегических инициатив, когда хотели создать институт развития нового типа в противовес действующим в этой сфере различным структурам, которые раздавали гранты начинающим проектам. Сегодня на что обращает внимание фонд и как оценивает проекты, проверяя их на устойчивость? Мы в первую очередь заинтересованы в росте компаний. И рост компании, он осуществляется двумя способами. Это инвестиции, которые необходимы для развития. И второе, это ускорение за счет компетенций. Поэтому у нас предусмотрен как деятельность фонда, который инвестирует в проекты в достаточно ранних стадиях от 2,5 миллионов до 324 миллионов рублей, так и акселерационная программа, которая позволяет команде построить этот успешный бизнес, который будет развиваться из года в год, захватывать все новые географические точки и приносить благосостояние как себе, так и стране, в которой он создан. Как вообще происходит отбор и кто его осуществляет, если мы говорим о территории Пермского края? У нас предусмотрено несколько этапов отбора. В первую очередь есть возможность подать заявку онлайн через систему проекта акселератора, заполнить профиль, пройти скайп с аналитиком. Это необходимая процедура, которая сопровождается всеми проектами. Если говорить про работу в регионе, то все-таки первичную диагностику и дальнейшее направление, рекомендую ли я проект на подачу заявки, это провожу я. И это тоже может осуществляться двумя способами, либо это личные консультации, либо это квалификационные мероприятия, куда мы собираем большое количество команд, даем им свои методики, даем задания, смотрим, как они их выполняют, и потом лучших направляем по различным нашим дальнейшим активностям. То есть даете такую путевку в жизнь в фонд развития интернет-инициатив уже московский? Да, в том числе и так. По результатам подготовленности команды у нас есть формальные критерии, которые соответствуют тому или иному этапу. Например, для того, чтобы попасть в акселератор, фри и получить инвестиции уже должен быть готовый продукт, уже должны состояться первые продажи, должна быть команда от двух и более человек, готовых работать 24 на 7, и должен быть достаточно большой объем рынка. Это достижимый оборот через 3-5 лет, 300 миллионов рублей в год. Сегодня, если вы видите, что проект не дозрел, вы оставляете его дозревать своими собственными силами, либо каким-то образом помогаете и доводите до ума? У нас есть много механизмов. Я провожу регулярные мероприятия, это 2-3 мероприятия в месяц. Они направлены на разные области бизнеса, то есть либо кому-то нужно создавать прототип. Мы делаем мастер-класс по созданию прототипов. У кого-то тормозятся первые продажи, мы даем методики первых продаж. Кто-то уже отстраивает привлечение через маркетинговые каналы. Соответственно, мы даем базу по имейл-маркетингу. Кроме того, если у проекта уже есть прототипы, он готов делать первые продажи, мы направляем его в заочный акселератор. Команда 3 дня проходит стартовое обучение в Москве, а потом возвращается в Пермь. И с местным трекером, то есть с человеком, наставником, раз в неделю встречаются, отрабатывают задачи и планомерно движутся на следующий этап своего жизненного развития. Ну и, конечно же, у нас достаточно много партнеров, которые работают с ранними стадиями проектов, от идеи. Это и различные бизнес-инкубаторы, в том числе бизнес-инкубатор Высшей школы экономики, Мозгово, Пермский городской бизнес-инкубатор. Они как раз-таки помогают вот этим только-только начинающимся ребятам определиться, найти свой путь, и за счет личных консультаций, индивидуальной дорожной карты, они его передают дальше на тот момент, когда его готова перенять на себя я. То, что Вы сейчас рассказываете, это все история для начинающих предпринимателей совершенно бесплатной, или в это тоже нужно вкладывать какие-то средства? Это бесплатные истории, то есть все-таки все наши мероприятия, они бесплатного характера. Кроме того, большинство наших партнеров, они тоже работают бесплатно. И в первую очередь на ранних стадиях проекты инвестируют свое время, усилия и надежды. А есть ли вообще приоритетные направления для инвестирования? Такой четкой выраженности нет, но тем не менее мы сейчас активно рассматриваем проекты в области медтех, все, что связано с медицинской тематикой. Это образовательные технологии, это VR, это банковская и финансовая сфера. Были ли за последнее время сильные и успешные проекты, которые Пермское отделение фонда в Вашем лице нашло, поддержало, и, так скажем, отправило в большую жизнь? 2017 год уже практически подходит к концу, и я могу сказать, что он был для нас урожайным. Если всего за всю деятельность фонда у нас с ФРИ повзаимодействовало 10 проектов, два просто получили образовательные программы. То есть с 2015 до 2017 год 10 проектов? Да. И сейчас, в 2017 году? У нас три крупных сделки. PlayKey, проект это облачный сервис для онлайн-игр, он получил 2,8 миллиона долларов для выхода на американский рынок. Это уже раунд А, раунд более крупного финансирования. В прошлом году была крупная сделка с промо-ботом, когда ФРИ вложил 150 миллионов от себя, и 150 миллионов в Сбербанк вложил в развитие этого проекта. И сейчас у нас вот ровно в это время две пермские команды проходят акселерационную программу. Они заступили до 21 сентября. Это проект «Где мои дети?», который позволяет точностью определить местоположение ребенка при помощи мобильного приложения. Ребята очень быстро растут, они хорошо развивают свой мобильный сервис и уже представлены в нескольких странах мира. И проект «Звенобот» — сервис автоматических голосовых рассылок, который позволяет быстро и качественно информировать, автоматизировать часть работы колл-центра и таким образом очень сильно сэкономить деньги тем, кто заинтересован в информировании. Если говорить об онлайн и оффлайн-бизнесе, есть ли какие-то отличия и какие проекты? Мы говорили, что среди направлений приоритетов нет, хотя вы называли направления, в которые предпочитает фонд больше вкладываться. Тем не менее, есть ли какие-то проекты, которые больше приходят в онлайн? Нет ли у них задачи, например, развиртуализироваться? И самое главное, вот тот бизнес, который развивается сегодня в интернете, помогает ли каким-то образом государству? Ведь интернет-торговля и так прекрасно развивается. А что касается каких-то направлений деятельности народного отрасли и народного хозяйства, то вот им, на мой взгляд, сегодня необходима все-таки поддержка. Если говорить о том, как помогают и обычным, и в оффлайн-сфере, например, отрасли народного хозяйства, то есть проекты, которые, например, позволяют осуществлять доставку фермерских продуктов, потому что фермер у себя на селе, он не знает, каким образом свою продукцию реализовать. И у него остаются излишки, она портится. А интернет-сервисы, площадки, агрегаторы позволяют эти продукты доставить до потребителей. Если говорить про то, насколько онлайн-проекты готовы развиртуализироваться, то скорее нет. В большинстве случаев это негативная тенденция, негативная динамика для проекта. Потому что если ты очень сильно привязан к географии, соответственно, ты остановлен в росте. Это мешает масштабированию в большинстве случаев. Но дело-то ведь идет не только об интернет-магазинах. Это идут различные сервисы, которые действительно позволяют упростить жизнь человека. И тем самым отраслям народного хозяйства. Да, заказать такси, когда ты можешь сделать это в пару кликов и добраться практически в любую точку. Заказать жилье в абсолютно другой стране, но так, чтобы это было близко к той точке, которая тебе необходима. Сделать так, чтобы твои продажи росли быстрее из-за того, что ты прорабатываешь все этапы воронки. Это есть специальное программное обеспечение для этого. Поэтому IT очень широко применим к различным сферам. И сейчас даже есть прогнозы, что в дальнейшем не будет чистых сфер. Чисто нефтянки, чистой газовой сферы, химической и прочее. Все будет где-то на стыке с IT. И вот эти сферы наиболее быстро растут. С одной стороны, есть акселераторы, есть различные фунды. Есть даже масса частных инвесторов, готовых вкладывать деньги в стартапы. С другой стороны, есть разговоры о том, что достаточно сложно найти инвестиции в бизнес. Вот где, на ваш взгляд, правда? На самом деле, те, кто хотят найти инвестиции, они их находят. Потому что практически у всех фондов есть определенные формальные требования, которые нужно выполнить. И это практически тебе полностью гарантирует прохождение. Если говорить про бизнес-ангелов, то тоже есть определенные процедуры, которым ты следуешь и можешь их впечатлить. На самом деле, самый лучший источник денег для любого бизнеса, любого проекта — это деньги платящих клиентов. Если вы на своем каком-то кривеньком-косеньком прототипе, случайно сделанной группой ВКонтакте, или за три минуты с формированным сайтом, сможешь уже получить первые 500 рублей с клиента, это гораздо больше успеха, чем когда ты просто получаешь грант. Нужно просто верить в свои силы, активно работать, ну и понимать, кто на другом конце провода, кто собирается дать тебе эти инвестиции. Назовите, пожалуйста, три принципа, которыми вы руководствуетесь в своей работе. Первый принцип у меня — скорость. Лучше сделать быстро, своевременно, чем не сделать это вообще. Второй принцип — это фокус, потому что нужно понимать, что главное для тебя вот в этот момент времени, какая главная точка. И третье — результат, что все эти твои усилия, ты должен двигаться в нужную точку с нужным ускорением, чтобы получить необходимый результат. Поэтому мы стартапы наши учим, в первую очередь, следовать вот этим принципам — скорость, фокус и результат. Спасибо, Юлия. Я напомню, что сегодня гостем программы «Бизнес-принцип» была представитель Фонда развития интернета и инициатив в Перми Юлия Бадашкеева. Меня зовут Юлия Хлобыст. Оставайтесь на РБК. Военная драма Джо Райта — историческая лента прямиком из Ирана или первоклассный британский юмор. Чем удивить себя после насыщенных каникул, расскажу прямо сейчас в программе «Культурный слой» на РБК «Перми». Меня зовут Алина Стабровская. Доброе утро. «Темные времена» — это захватывающая драма о решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании. Его противодействие нацистской армии и лично Гитлеру в первые месяцы Второй мировой войны стало центром новой картины Джо Райта. Роль бескомпромиссного премьер-министра исполнил Гэри Олдман. Выдающемуся актеру уже пророчат Оскар за главную мужскую роль. Неистовый, агрессивный, дальновидный и мудрый, таким Олдман увидел британского политика, который буквально спас страну в темные времена. Картину показывают в Киномаксе с 13 января. Другая новинка недели. Биографическая лента «Последний портрет». Это история об одном из важнейших художников 20 века Альберто Джакометти. Место действия – Париж, начало 60-х. Джакометти уже известен и любим, однако признание и интерес толпы скорее мешают ему в творчестве. Уставший от обыденности, художник знакомится с молодым критиком, который позирует ему для портрета, а заодно спорит и возвращает к жизни стареющего дворца. Превосходные диалоги, буквально пропитанные британским юмором, главный аргумент в пользу этого фильма. Лента стартовала в прокате 11 января. История жизни пророка Мухаммада. Почему бы и нет? До 17 января в премьере можно увидеть иранскую картину «Мухаммад. Посланник Бога». Костюмированная историческая драма описывает события, происходящие в VII веке на Аравийском полуострове. Работа была выдвинута на Оскар в номинации «Лучший иностранный фильм». Приятного просмотра и хорошего дня!